Всем привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным постным рецептом блюда из фасоли. Это вкусное, простое блюдо, один из вариантов приготовления блюда из русинской кухни, которое называется лобио. 400 грамм фасоли я на ночь замочил в холодной воде, после чего я эту холодную воду слил. Фасоль налил новую холодную воду и поставил ее вариться на медленный огонь до полной ее готовности. Вода, в которой варилась фасоль, мы ее не выливаем, а просто сливаем ее в отдельную емкость. Она нам еще пригодится для приготовления нашего блюда. Но в принципе можно использовать уже готовую консервированную фасоль. Теперь займемся другими ингредиентами. Сначала ставим вред со сковороду на огонь. Не сильно мелко нарезаем одну достаточно крупную луковицу. Друзья, теперь у меня есть еще один канал на Яндекс.Дзен, ссылку на который я оставлю в закрепленном комментарии, в описании под видео. На моем канале уже есть вкусные рецепты, также будут интересные посты и возможно даже будут статьи. Теперь на горячую сковороду наливаем растительное масло. Распределяем масло по всей поверхности равномерно. И отправляем наш лук на обжарку. Распределяем лук по сковороде. Он обжаривался равномерно. Вслед за луком отправляем натертую, на крупную терку, одну среднюю морковь. И слегка их пассеруем. Наш лук и морковь уже приготовились до нужного состояния. Обратите внимание, лук стал мягкий. Теперь мы к нашим овощам добавляем 400 грамм консервированных шампиньонов. И готовим наши грибы до полной готовности овощей. Так как наши грибы уже прошли термообработку, и ужаривать их так, как свежие грибы, нет смысла. Периодически их помешивая. Конечно же, грибы можно использовать и свежие. Предварительно их промыв, просушив, нарезав слайсами. И грибы можно использовать любые. Все зависит от вашего вкуса. Овощи уже полностью готовы. Грибы тоже слегка подрумянились. Теперь к овощам и грибам добавляем буквально 2 столовые ложки томатной пасты. Слегка томатную пасту обжариваем. Смешиваем со всеми ингредиентами. Оттуда я еще добавлю буквально пол чайной ложечки аджики. Это индивидуально. Хотите добавляйте, хотите нет. Это я чисто по своему вкусу. Слегка обжариваем. Все ингредиенты перемешиваем. И сразу же отправляем к нашим грибам и овощам фасоль. И хорошенечко смешиваем фасоль со всеми ингредиентами. Добавляем в сковороду жидкость, в которой варилась фасоль. Я добавляю жидкости совсем немного. Все зависит от вашего вкуса. Но если вы хотите, чтобы было больше жидкости, жидкость все равно не должна покрывать все ингредиенты. Ее должно быть ровно столько, чтобы все ингредиенты оставались сверху, а жидкость была все равно внутри. Сразу добавляем соль по вкусу. Добавляем черный молотый перец по вкусу. Чайную ложку сушеного кориандра. Пару столовых ложек сушеной зелени. Две дольки чеснока, пропущенные через пресс или просто натертые на мелкой терке. Друзья, никогда не устану повторять, всегда специи и приправы добавляйте те, которые вам нравятся и по своему вкусу. Все ингредиенты хорошенечко перемешиваем. Аромат, конечно, стоит бомбический. Все-таки воды маловато. Пожалуй, я добавлю немного с чайника. Приблизительно вот такое количество воды. Просто идеально. Теперь накрываем сковороду крышкой. Витамин фасоль с грибами под крышкой на медленном огне примерно 5-7 минут. Для того, чтобы блюдо насытилось ароматом специй и пряностей. Друзья, ну вот прошли примерно 5-7 минут. Вкусное лобио с грибами готово. Накладываем его в тарелку. Его можно использовать как индивидуальное блюдо, либо использовать как гарнир. К птице или к мясу. Украсим наше блюдо зеленым луком. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что нужно сделать. Поставить лайк этому видео, оставить под ним комментарий и обязательно подписаться на мой канал, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Всем пока и до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok